сегодняшнее выступление опять начнем с карты как и вчера недалеко от россии кстати аляска один из штатов сша фотографии сегодня будут оттуда я помню ездил туда на рыбалку и с рыбалки будут фотографии вот ледники есть на аляске еще пару ледников которые растут увеличиваться своих размерах но в основном они тают все таки ну а если по существу то против диагноза нарушений системы гемостаза и важное что я хотел бы подчеркнуть заключается в том что как правило выполняется несколько лабораторных проб для того чтобы ответить на вопрос откуда берутся нарушения гемостаза у конкретного животного вы помните со вчерашнего выступления что мы упомянули три основных составляющих гемостаза и нарушение в любом из этих звеньев может вызвать отклонение соответственно либо это нарушение целостности сосудов очаговая или в соответствии или в результате воскулита например если это массивное поражение диффузное либо это патология тромбоцитов либо это дефекты связанные с факторами свертывания их недостаточность одного или нескольких клиническими проявлениями нарушение гемостаза вот очень разнообразные и они могут навести нашу диагностическую мысль нарушение сосудистого тромбоцитового звена выглядят по разному я отдельно вынес болезнь фунвилибранда а также нарушение коагуляции коагуляционного каскада так вот поражение сосудов помимо кровоточивости сопровождаются некой отечностью потому что иногда есть эксудат эксудативное отделяемое и вот вы видите десна и десна видите здесь отечные увеличенные в размере и сопутствует им наличие кровоточивости поэтому подумать о болезни фунвилибранда например можно просто глядя на эту ситуацию фактор фунвилибранда нужен для функционирования тромбоцитов другие факторы ведут другими звеньями гемостаза и в данном случае здесь поврождение сосудов потому что еще здесь сопутствуют некоторые эксудативные компоненты да что-то я сам забегаю вперед себя вместо лекции начинаю тут набрасывать вам рассказы и так если речь о тромбоцитопении то она часто проявляется носовыми кровотечениями либо петехиями или экхимозами на слизистых или кожи вот варианты кровоточивости при болезни фунвилибранда вы также видите признаки носового кровотечения кровотечения например десневого кожные кожная кровоточивость другая чем при тромбоцитопении как вы видите в виде таких вот своего рода синяков нарушение каскада коагуляционного как правило характеризуются образованием гематом вот язык собаки это кончик языка посмотрите под кончиком языка имеется и гематома собственно говоря это тоже нарушение свертывание кстати само гематома тоже есть кровотечение поэтому такие бывают гематомы бывают в точках повышенного давления гематомы в суставах основными тестами которыми мы пользуемся для оценки системы свертывания крови являются следующие показаны на слайде во первых это подсчет числа тромбоцитов время кровотечения из щеки время кровотечения это тест который характеризует функцию тромбоцитов активированное время свертывания а чтв активировано чтв тромбопластиновое время тромбиновое время иногда оценивается тромбиновое время и оценка функции фибринодина тромбиновое время по сути дела косвенно отражает концентрацию фибринодина это два похожих теста каждый из них просто оценивает немножко свой параметр и оценка продуктов деградации фибрина их определение точнее сказать чаще всего определяется дедимер который по моему например опыту лучше у собак определять чем у кошек и другие параметры которые характеризуют фибринолиз об этом мы чуть-чуть сказали вчера и поговорим дальше сначала поговорим о числе тромбоцитов подсчете числа тромбоцитов вчера мы подчеркнули что агрегаты тромбоцитарные агрегаты автоматически определяются как тромбоцитопения это ложная тромбоцитопения были случаи когда со мной консультировались по поводу тромбоцитопения ее лечение а в конечном итоге оказывалось что автоматический анализатор на котором основывалась постановка диагноза по сути дела просто ошибался и не было никакой тромбоцитопения были просто агрегаты тромбоцитов поэтому думая всякий раз на тромбоцитопению важно посмотреть мазки крови и убедиться в том что это действительно тромбоцитопения а не скопление агрегатов особенно это касается кошек где тромбоциты более реактивно чем у других видов животных больше того тромбоциты кошек крупные мы кстати о них сегодня скажем более подробно и число тромбоцитов вид животного очень сильно влияет на автоматическое определение тромбоцитов как правило они все-таки свыше 140 референсный интервал есть некоторые виды собак где число тромбоцитов меньше чем у других пород это грейхаунды польский агар кавалер кинг шарльз спаниель кстати у кавалер кинг шарльз спаниели есть еще наследственный дефект в результате которого у этой породы имеются очень крупные тромбоциты они большой величины да я говорил что в америке много орлов теперь вот и алястинский орел ну так вот время кровотечения простая проба которая кстати говоря не очень-то воспроизводима с единообразными результатами но зато четко позволяет отграничить явную патологию от явной нормы можно взять острую иглу другое дело какой у нее размер насколько глубоко в этой иглу внедряетесь поэтому лучше все-таки пользоваться какими-то автоматическими устройствами которые будут делать прохол одинакового размера одинаковой глубины всякий раз и тогда можно нажать кнопку выскочит лезвие и соответственно хотя бы какой-то единообразный разрез чтобы результаты пробы были воспроизводимыми на слайде показано подвязывание губы для того чтобы выполнить такой разрез соответственно и вы не будете лишний раз мять эту десну вы просто один раз сделайте разрез и будет кровотечение и вы не ухудшите результатов теста за счет того что будете все время хватать руками оценивать время кровотечения нет смысла в случае если у вас выраженная у пациента очень выражена тромбоцитопения потому что понятно оно будет удлиненное потом этот тест не точные есть вариация имеется ввиду один исследователь выполнил тест другой и есть вариация скажем так между исследователями понятно что это время удлинено как правило норма меньше четырех минут у собак меньше трех минут у кошек если 5-6 минут у нас студента даже уже не смотрят сколько все пишут что удлиненное время даже не заморачиваются насколько удлиненное теперь о коагуляционном каскаде во первых активированное время свертывания первый параметр выделена рамкой слева на слайде для выполнения пробы требуется выполнение в порядке прикроватной диагностики астера другие пробирки вы будете доставлять в лабораторию здесь это выполняется непосредственно в месте взятия пробы а при помощи этого теста оценивают функцию высокомолекулярного киненогена плекали корина двенадцатого фактора и всей цепочки до образования фибринового сгустка это так называемый внутренний каскад демостаза и общий скадь демостаза собственно говоря это время характеризует функционирование того каскада в целом а чтв для него забирают в цитратную пробирку кровь доставляют ее в лабораторию в принципе оценивают функционирование того же самого каскада соответственно активное время свертывания это первое что делают в порядке диагностики так сказать у постели больного это первое что делается у нас в реанимации потому что не занимает время на доставку образца я показал что для оценки активного времени свертывания серые пробирки пробирки с кизельгуром которые кстати говоря стимулируют свертывание пробирку пробирка подогрета до температуры тела 37 38 градусов в случае собаки и записывают время свертывания проба очень простая она характеризуется больше воспроизводимостью чем время кровотечения но например она не так воспроизводима как а чтв но зато эта проба выполняется довольно быстро и в экстренном порядке можно к ней прибегать и и пробирку имеется ввиду держат в емкости с водой для того чтобы она как раз оставалась подогретой как только видите что в ней сформировался изгусток все можно считать пробу законченной опять-таки на слайде приведены различные референсные значения производители могут писать о разных референсных значениях но как правило в среднем это меньше 165 секунд у кошек 125 секунд у собак то есть у кошек чуть дольше свертывается у лошади две-три минуты будет у лошади эта проба в норме занимает больше времени имеется ввиду свертывание происходит дольше и а чтв и протрамбиновое время требуют цитратных пробирок пробирок с цитратом это хилирующие соединения которые связывают хилатируют кальций кровь соответственно помещают в центрифугу откручивают и удаляют потом плазму если лаборатория поблизости то конечно можно без всякой центрифуде все доставить в лабораторию но как правило все-таки откручивают образец охлаждают его прежде чем доставят в лабораторию далее добавляют кальций и другие активаторы для а чтв используют и протономидного времени используют разные активаторы сама по себе проба сходным образом выглядит просто еще добавляют другие активаторы бывает что и вручную делают у меня и вручную студенты такие тесты делают в учебных целях но как правило в лаборатории а чтв протрамбиновое время определяют автоматически время до образования сгустка иногда электроды оценивают формирование сгустка и время сформирования сгустка иногда например мутность образца изменяется и по ней автоматически оценивается формирование сгустка вот таким образом построена оценка этого показателя автоматически поэтому в принципе а чтв дает те же самые параметры оценки те же параметры что и активное время свертывания можно получить ложные патологические результаты почему потому что с а чтв самая главная проблема это отстроя анализ в отсрочном периоде или теплый образец имеется ввиду что берут у нас студенты например образец контрольный образец нормальный и важно правильно обращаться с взятым образцом я припоминаю было дело что взяли кровь и было удлиненное время такой откровенно длинная и все сказали о вот отклонение от нормы а контроль был нормальный а потом выяснилось когда нич не понятно было что к чему студент в карман положил себе пробирку и забыл про нее а через три часа вспомнил что нужен контроль и достал его потому контрольный контрольную пробирку исходную взяли с разницей в три часа и перу держали в кармане поэтому надо брать одномоментно несколько образцов и правильно с ними обращаться выполнение таких тестов предусматривает правильное взаимодействие с лабораторией если у вас есть например референсные какие-то интервалы одна или там две лаборатории у вас например пробирки можно как-то оценить их в разных местах и посмотреть например отличаются ли они друг от друга ну процентов хотя бы на 30 для того чтобы получить представление есть единообразие какое-то в вашем анализе или все-таки нету как правило еще и производители указывают некоторые референсные интервалы для их пробирок поэтому тут надо знать и референсные значения вашей лаборатории и производители которые указывают и так далее время время очень важный параметр потому что надо вакуумную пробирку заполнять под горлышко практически иногда бывает мало крови соответственно соотношение цитрата по отношению к плазме будет бывает больше вы добавляете еще и кальций и цитрата еще остается столько на что этот цитрат начинает связывать кальций и таким образом получается ложный положительный результат удлиненное время избыток цитрата я может создавать ошибки если например гематокрит 60 и это грейхаунд у вас например а чтв может быть длиннее нормального такие параметры могут вступать в игру протромбиновое время оценивает внешний общий каскад демостаза единственное чем отличается внешний каскад пожалуй так по крупному то седьмой фактор и не было описано каких-то дефицитов тканевого фактора или еще чего то вот его седьмой фактор скорее описан как тот который может быть в дефиците именно его отклонение оцениваться за счет этого теста и соответственно он влияет на удлинение протромбиновое время если говорить про внешний каскад и мы сказали о тромбиновом времени которое по сути оценивает функцию фибриногена поэтому они оба выделены красными рамками на слайде пожалуй самое удивительное что было в аляске самое приятное что было в аляске это киты киты такие можно сказать группами и есть рыбы которые например охотятся на сельди они кругами гоняются за этой сельдью выпускают соответственно выдыхают и его от их выдохов на поверхности воды получаются большие пузыри вот это огромное движение воды вот эти беспокойные так сказать воды вот эти выныривающие рыбы их охота вот эти прыжки из-под воды в попытке поймать ту же сельди это очень захватывающее яркое удивительное зрелище удивительно то как организованно они взаимодействуют одно из самых потрясающих зрелищ в аляске так вот продукты деградации фибрина мы сказали вчера как они образуются это эти продукты указывают на то что имеется фибринолиз есть различные факторы продукты деградации фибрина в частности д димер один из них я показал пока я вчера эту картинку что после формирования на тромба высвобождается тканевой активатор плазминогена и соответственно он плазминоген переводит в плазмин а этот фермент соответственно уже отвечает за дальнейшее расщепление тест используется часто в сша используют аглюцинационную пробу на латексных бусах соответственно латексные бусы они связываются за счет антител на них нанесенных с продуктами деградации фибрина и если продукты деградации фибрина присутствует есть например д димер то тогда вот эти голубые латексные бусы агглютинируют есть много различных тестов которые используются так вот если повышенная продукты деградации фибрина то происходит соответственно синдром диссеминерососудистого свертывания например двс-синдром развивается при укусах некоторых змей у нас есть различные ядовитые змеи например гремучник техасский и у него есть фермент который расщепляет фибрина дина соответственно после укуса такой змеи образуются продукты деградации фибрина и кстати говоря фибрина дина расщепляется в системном кровотоке от яда этой змеи и соответственно поскольку фибрин уже не может образовываться он уже расщеплен то от укуса этой змеи происходит нарушение свертывания и не может образовываться кровяного сгустка у людей при стрессе беспокойстве физической нагрузки увеличивается также эта ситуация и соответственно расщепление этих продуктов может мимикрировать под некоторые другие патологии соответственно может вызывать некоторые вопросы диагностические сомнения в трактовке их результатов вот как можно рыбачить на маленькой лодке может быть света мне подскажет есть ли у вас вот эти вот теги тромбоэластографии имеется ввиду тег тромбоэластографии и трот м тромбоэластометрия и тромбоэласта оптометрия извините язык заплетается с утра и так тег или тем давайте их для красоты называть тег и тем характеризуют свертывание цельной крови соответственно теоретически если есть тромбоцитарное нарушение нарушение коагуляционного каскада чисто теоретически по тег можно увидеть но у нас в реанимации кстати говоря есть тромбоэластографии к ней прибегают наши клиницисты бывает но проблема в при аналитическом этапе и в некоторых особенностях при аналитического этапа например в технике вене пункции в длительности хранения образца в температуре при которой он хранится в наличии или отсутствии демолиза например время изменится в течение буквально получаса хранения образца соответственно процесс забора образца по сути дела сильно влияет на результаты пробы например как правило что делают разное время занимает доставка в лабораторию говорят а зачем его делать давайте возьмем образец потом 30 минут выждем и сделаем тест чтобы избежать всякой вариабельности чтобы сгладить так например делают вторая проблема в том что гематокрит никак не проконтролируешь например берешь у грейхаунда делаешь эту пробу один результат получится и например гипокоагуляция получился у вас результат вы решили что нарушение свертываемости или животное с выраженной анемией гипер будет результат как будто бы гипер коагуляции вы можете даже подумать на двс-синдром поэтому трактовка интерпретация результатов тега очень разнообразно но в последнее время он все-таки получил приобрел популярность одно время был у блау теря интереса к нему потом опять возродился интерес аппарат вам рассчитает некую кривую просто по кривизне этой линии по ее параметрам соответственно можно сделать заключение это гипер коагуляция соответственно первая стадия давая синдрома гипокоагуляция например склонность кровотечения и другие данные например можно увидеть признаки фибринолиза и так далее поэтому тег методы информативный его как правило делают все-таки в экстренном порядке вряд ли к нему прибегают в частных клиниках но еще раз скажем что есть очень много вводных которые накладывают ограничения на интерпретацию этого анализа иначе можно вообще его совершенно неправильно интерпретировать и специализированные пробы которые в большей степени можно отнести к скрининговым например да у некоторых пород можно оценить функцию факторов он виллебранда анализ на антитромбин для того чтобы оценить взаимосвязь с потенциальными признаками дэвэс синдрома можно функциональную пробу тромбоцитарно функциональные пробы выполнить посмотреть нет ли в организме антител к тромбоцитам метод кстати не делается насколько я знаю в частных учреждениях делается в специализированных лабораториях и есть специализированные проба на оценку коагуляционного каскада но не целесообразно в каждой лаборатории держать специализированный набор реактивов поэтому если мы подозреваем например наследственные дефекты свертывания то мы отправляем диагностику в корнеллском университете у них там есть специализированные реагенты мы тоже могли бы держать такую лабораторию но понимаете при там нескольких тестах в год ради этого держать специализированные реактивы лабораторию готовить нет смысла фактор фон виллебранда на его концентрация невелика при болезни фон виллебранда его концентрация может быть высокой на фоне воспаления это по сути как реагент острой фазы во вторых десмопрессин иногда назначают он может повышать концентрацию фактора фон виллебранда потому что это лекарство способствует транзиторному в освобождению приходящему освобождению фактор фон виллебранда из эндотелия также если используется оценка методом ифа то тоже может влиять на результаты теста также для диагноза гиперкоагуляции используется анализ на антитромбин антитромбин низок при гиперкоагуляции при dvs синдроме при энтеро и нефропатии с потерей белка при сепсисе например а там тоже по механизму энтеропатии теряется белок белок этот белок антитромбин может легко теряться через почки или кишки и кишечник это как и альбумина малая молекула довольно быстро теряется и соответственно нефропатия с потерей белка может давать склонность к гиперкоагуляции потому что ингибирующий белок по сути дела теряется у кошек соответственно он может повышаться как острый белок острый фазы воспаления я говорю что иногда лосося даже можно поймать на аляске теперь про функциональные тромбоцитарные пробы самое простое это время кровотечение можно оценивать ретракцию сгустка просто взять образец посмотреть когда образуется сгусток и дальше ретракция сгустка когда начнется вы ведь помните что тромбоциты связываются с фибрином с фибриногеном и далее после того как образовался сгусток тромбоциты на начинают контракцию я потом еще раз это покажу посмотрите на мои руки я держусь как будто бы сейчас за фибриновые нити и дальше я подтягиваюсь на руках вот это есть контракция вот небольшая пантомима вот тромбоциты ухватились они за этот фибрин дальше они подтягиваются и соответственно происходит когда их много такая контракция сгустка ретракция точнее сказать другое дело что то проба такая очень на глазок потому что и вот если есть несколько сгустков и они например не подвергаются ретракции то ли это функциональные нарушения то ли мало тромбоцитов понимаете эта проба такая на глазок там можно увидеть только откровенные нарушения очень явные не более чем бывает что агрегация тромбоцитов оценивают аппараты адгезию тромбоцитов оценивают аппараты соответственно есть разные компоненты тромбоцитарной функции есть различные анализаторы специализированные которые оценивают сугубо функцию тромбоцитов есть биохимическая оценка рецепторов мы про такие на рецепторы в профибриногеновый рецептор говорили мы говорили там про некоторое их количество этих рецепторов рецептор факторов он виллебранда рецептор для adf имеется ввиду что рецепторов много есть биохимические анализы которые позволяют оценить состояние этих рецепторов мы поговорили о ретракции сгустка, поэтому пропустим этот слайд, довольно часто прибегают к ИФА, бывают, используют и проточную сетометрию. Однако на поверхности тромбоцита, во-первых, в принципе, мало антител экспрессировано. Это одна из сложностей. Во-вторых, с течением времени антитела накапливаются, поэтому в свежем образце антител будет мало. В образце дневной, например, давности, который день ехал до лаборатории, антител будет экспрессировано больше просто естественным образом. Это совершенно не специфический процесс. Поэтому в лабораториях проводят проточную сетометрию. Но, кстати, поэтому есть разные референсные значения для крови с давностью забора сутки и для свежей крови. По физиологическим причинам и выполнение такой пробы, такого анализа требует близкого расположения лаборатории, потому что все-таки, как правило, чем дальше лаборатория, тем менее точным оказывается результат такого анализа. Вы знаете, когда мы ловим рыбу, когда мы чистим ее, вот эти вот товарищи выбираются из-под воды и начинают попрошайничать. Соответственно, мы ему бросаем часть, например, рыбы. Вот он выныривает. Вот. И вроде он что-то там такое тоже поймал. И дальше он пытается разбить поверхность воды, свою добычу, измельчить ее таким образом. Теперь перейдем к обсуждению ряда клинических случаев, весьма показательных клинических случаев. Мы сейчас упомянули основные пробы, каков их смысл, какова их значимость. Давайте рассмотрим первый случай. Пакса, 12 лет, кастрированная самка. У нее демотурия на протяжении предыдущих двух дней. Может быть, это демоглобинурия. Тут пока непонятно, просто пока общие жалобы. Вялость. Плюс на слизистых кхемозы и на коже кхемозы. Далее, сгусты крови под языком. В принципе, кровоизлияние под кожу давали ощущение, что это нарушение тромбоцитарного звена. А что там под языком, спрашивается. Не обязательно же это была гематома. Но надо подумать, откуда это было. Стул темного цвета, смолистый. То есть было ощущение милены. А значит, было подозрение на кровоточение из верхних отделов ЖКТ. И плюс была кровоточивость десен. Может быть, это генерализованные какие-то были нарушения. Может быть, это слизистые страдают. Может быть, это слизистые ЖКТ, кстати говоря. И температура была при этом в норме. Вот данные лабораторных исследований. Посмотрите. Я постарался выделить патологические показатели синим цветом. Вы видите признаки анемии с малым гематокритом. Число ретикулоцитов 327. То есть это выраженный ретикулоцитоз со вчерашнего дня. Вы помните, что это признак регенераторной анемии, которая возникла либо на почве кровотечения, либо на почве гемолиза. Мы думаем, что все-таки это по причине кровотечения, потому что есть его признаки. Есть признаки кровотечения из верхних отделов ЖКТ, кровотечения из слизистых. Число тромбоцитов, видите, 5. Резко уменьшено. И средний объем тромбоцита, лишенная восприятия тромбоцита. Разные показатели. Но здесь вы видите, что цифра низкая. Нижние породи не такие точные. Иногда они варьируют в зависимости от фрагментации тромбоцитов или для малых тромбоцитов свои. Нижние референсные значения. Ранние формы, например, иммуно-апсорен тромбоцитопении могут влиять на нижнюю границу. Но, тем не менее, вы видите, что малый объем тромбоцита, много ретикулоцитов, соответственно, должна быть полихромазия. Интересно, что технишин этого не отметил. Может быть, там два креста надо было ставить, а не один в полихромазии. Не буду про лейкограмму сильно распространяться, поскольку мы все-таки про демостаз. Но, во всяком случае, видно одно, что есть лейкоцитоз с выраженной нейтоферией и сдвигом влево. То есть, есть признаки воспалительных изменений лимфоцитов, вы видите, лимфоцитов по нижней границе нормы, много моноцитов. Я думаю, что это признаки воспаления. Это не то, что мы увидели бы на глюкокортикоидах. На глюкокортикоидах была бы лимфопения, не было бы сдвига влево. Это главное. Если бы это было просто стресс-лейкограмма, то не было бы сдвига влево. Здесь он есть. У иммуно-опосредственных заболеваний будут иммунные комплексы. При иммунных патологиях будут некоторые провоспалительные показатели. Поэтому сдвиг влево и лейкоциты, опять-таки, заставляют меня тоже подумать о иммуно-опосредственной гемалитической анемии. Признаков токсичности нет. Соответственно, это как-то начинает наводить на иммуно-опосредованные процессы, во всяком случае, какие-то воспалительные изменения. Вы видите, что здесь фибриноден в норме. Тромбоцитов мы знаем мало. И дальше протромбиновое время и АЧТВ в принципе похожи на контрольную группу. Нет 30-процентной разницы. Соответственно, в данном случае у нас не было анализа на продукты деградации фибрина, потому что ПВ и АЧТВ были в принципе в норме. Создаётся впечатление, что кровотечение на почве тромбоцитопении. Нет ощущения, что это ДВС. Когда мы ожидали бы и нарушений коагуляционного каскада. Глядя на результаты этих анализов, надо смотреть на них в комплексе. Что могло бы вызвать изменения во всех упомянутых параметрах? Только тромбоцитопения по большому счёту и всё остальное в норме. Хотя, ещё раз скажу, продукты деградации мы не оценивали. Как вы думаете, что стало причиной тромбоцитопении? Надо разделить это, как и с анемиями вчера, на несколько групп. Это, например, нарушение синтеза тромбоцитов. Раз. Это усиление разрушения тромбоцитов. Два. То есть, ему на посредованное тромбоцитопение. Иногда повышение гибели тромбоцитов начинается при воспалительных изменениях. С пленомегалии. Например, при пленомегалии может развиваться тромбоцитопение. Потому что всё-таки селезёнка – это депо тромбоцитов. И, соответственно, в крупном депо секрестрируется много тромбоцитов. Ну, хотя, может быть, не так значимо. И наследственная макротромбоцитопения описана у ряда собак, когда малое число тромбоцитов, в принципе, они крупные. Если оценить на общее число тромбоцитов в организме, например, кавалер Кенг-Чарльз Пеннеля с этим дефектом, то число тромбоцитов невелико, но зато велик их размер. И общая масса тромбоцитов нормальная во всём организме. Это так называемый тромбокрит. Есть гематокрит, а есть тромбокрит. Так вот, соответственно, этот тромбокрит как раз-таки и спасает их от кровотечений. Нарушение синтеза тромбоцитов. Когда? Мейлофтизис, например, это, по сути дела, поражение костного мозга, если так глобально, включая новообразование мейлоидной ткани. Бывает апластическая анемия, бывает рельхиоз хронический. И так называемая амегакариоцитарная тромбоцитопения, когда в костном мозге не образуется мегакариоцитов. Тоже вроде бы иммуно-опосредованный процесс. Мы говорили про эритроциты и демолитическую анемию. Они могут на периферии теряться, и, соответственно, регенературный ответ развивается. А бывает иммунный ответ, направленный на клетки-пришественники в костном мозге, и вообще нет никакого ответа. Есть иммуно-опосредованная тромбоцитопения, которая бьёт по периферии, а есть ситуации, когда удар приходится на костный мозг. И вот это и есть амегакариоцитарная тромбоцитопения. Но это редкое дело у собак, и у кошек описано 2-3 случая всего. Усиление разрушения тромбоцитов часто отмечается у собак. Мы специализированные центры таких случаев наблюдаем немало. Тут могут быть первичные патологии, например, иммуно-опосредованные, соответственно, можно увидеть экспрессированность едино-поверности тромбоцитов. Тромбоцитопения бывают на почве инфекций, бактериальных инфекций, протозойных, грибковых инфекций. У нас, например, есть клещевые заболевания, переносимые клещами. Это и бобезиозы, и эрлихиозы, и анаплазмозы. Я телериоз вчера тоже упоминал. Вторичная иммуно-опосредованная тромбоцитопения, потом аутоиммунные патологии типа СКВ. Потом много почему могут разрушаться тромбоциты. Здесь бы с другими анализами было и не разбежаться. Но можно еще было бы исследования провести на клещевые заболевания. У нас бы в эндемичном регионе, видя тромбоцитопению, подумали бы на клещевые инфекции, пожалуй, что в первую очередь. Вот все, что еще дополнительно можно было сделать. Вот специфический возбудитель, который поражает тромбоциты. Изначально было название у нее эрлихия платис. И платис, собственно, название вида, именно от слова платли, тромбоцит. Но потом молекулярные биологи изучили его геном и сказали, что организм ближе к анаплазмам, чем к эрлихиям. Поэтому теперь таксон называется анаплазма. Анаплазма платис. Вы видите фиолетовые гранулы тромбоцитов. И вот морулу микроорганизма. Можно увидеть. Вы видите телец включения. Там есть субъединицы этих телец включения. И на электронной микроскопии справа. Можно увидеть четыре субъединицы внутри тромбоцита. На сегодняшний день это единственный организм, который тропен к тромбоцитам у человека или животного. Из описанных во всяком случае. И он вызывает периодическую тромбоцитопению. Вот эксперимент, проведенный много лет назад на трех группах щенков. Вы видите, что когда организм появлялся в 20% тромбоцитов и более, то резко снижалось число тромбоцитов. Видите, что тромбоцитов было 200. Потом они резко почти до нуля спускались. А потом опять поднималось число тромбоцитов. Потом опять рецидив, соответственно, выхода паразита. И опять снижение числа тромбоцитов. Такие циклические колебания. Когда число тромбоцитов... Понимаете, на низком числе тромбоцитов вы не увидите возбудителя. Вот в чем сложность. Сегодня такие анализы проводят методом ПЦР или, например, снэп-тест от Айдекса. Когда есть позитивность на анаплазму, есть вероятность, что это анаплазма платис или анаплазма фагоцитофилом. По снэп-тесту вы не скажете. Но организм, кстати, у нас распространен. Может быть, даже эндемичен, можно сказать. И довольно много случаев анаплазмоза в Флориде как раз за счет и этого возбудителя. В Тайване я нередко бывал. У них нет анаплазмы фагоцитофилом вроде бы, но есть анаплазма платис. Поэтому всякий раз, когда у них по снэп-тесту анаплазмоз, то, скорее всего, это именно анаплазма платис. Далее, какие другие анализы? Я уже сказал, что, может быть, я бы поискал клещевые инфекции. Там сделали такие анализы у этого животного снэп-тесты. Все было отрицательно. Сделали анализ на антинуклеарные антитела. У нас сегодня нет возможности проточной цистометрии антинуклеарных антитела увидеть и поставить это на производственный поток, я бы сказал. Но антинуклеарные антитела встречаются при ряде иммунопосредственных заболеваний, в частности, при СКВ. Здесь антинуклеарных антител не было. Далее увидели, что была гиперплазия мегакариоцитов, соответственно, заподозрили разрушение тромбоцитов и решили отнестись к этому как к иммунопосредованной тромбоцитой пеньи. Но решили назначить венкристина дексаметазон. И вот с течением времени что наблюдалось. Это график размера тромбоцитов, отражающий величину тромбоцита. Видите, что число тромбоцитов колеблется, и поэтому график не очень хорош. Исходно 5 тысяч тромбоцитов, они маленькие. Дальше 11 тысяч тромбоцитов. И аппарат не пишет размер тромбоцитов какой-нибудь, но создается ощущение, что они увеличиваются к пятому дню лечения. Тромбоцитоз уже весьма высокий. Средний объем тромбоцита значительно. Прирос средний объем тромбоцита – это как ретикулоцитоз. Если он высокий, значит, есть какой-то ответ. Хотя есть такой ответ при ряде заболеваний, например, наследственных заболеваний, и при новообразованиях. Поэтому это не идеальный анализ, который точно скажет, что есть регенерация тромбоцитов. Еще один клинический случай. Наберман с 7 лет. Он еще был тогда на службе в те годы. Служил товарищ. Вот у фотографии. У него на протяжении 7 месяцев, видите, пенис кровит. Он еще был с ожирением. И у него была увеличена простата. Анализ мочи выявил признаки гематурии. Вроде бы она была невоспалительная. То есть лейкоцитоза, получается, не увидели в моче. Может быть, там были лейкоциты, но все-таки не так много. Итак, кровотечение пенильное. Непонятно, может быть... Я не знаю, как брали мочу цистоцинтезом или просто струю забирали. В любом случае, когда сделали клинический анализ крови, все было в норме. Вы видите, что и фибринодин по нижней границе нормы, число тромбоцитов в норме. Поэтому причин незначительных кровотечений здесь не увидеть. Лейкограмма тоже в норме. Иными словами, не вызывала ничего о беспокойности. Можно было его оперировать. И собирались ему удалить неопущенное яичко, кстати говоря, которое там тоже было, и сделать биопсию простаты. И, знаете, не обращали внимания, по-моему, на это пенильное кровотечение. Там, похоже, было такое кровотечение, которое даже анемию было не способно вызвать. Ну, его, соответственно, кастрировали, взяли биопсию простаты, и все бы ничего. Но через два часа после операции собака стала загружаться, побледнели слизистые. Зачистил. Время капиллярного наполнения стало удлиняться. В общем, он пошел в состояние шока. Далее подкожные кровоизлияния начались. Далее увеличивался объем живота. Соответственно, при выполнении пункции получили кровь. То есть внутреннее кровотечение, втребрюшное кровотечение. Подумали на операцию. Ведь там и яичко вот это удаляли, и, соответственно, биопсию простаты. Не было, были какие-то небольшие нарушения системы демостаза, небольшие. Вот теперь они выросли. Встали в полный рост. Вот два участка, две хирургических раны. Одна для биопсии простаты, вторая для удаления неопущенного яичка. Вы видите здесь диффузные, признаки диффузного кровотечения. Возник вопрос, а чего же это кровотечение? Откуда оно взялось? Число тромбоцитов вроде в норме. А ЧТВ, протромбиновое время в норме. А время кровотечения более пяти минут. Тяжелое кровотечение. В общем, понятно, что здесь оно длинное, оно выше нормы это время кровотечения. На фоне нормального числа тромбоцитов. Значит, это дефект функции тромбоцитов. Нормальный число тромбоцитов. Нормальное протромбиновое время. А продукты деградации фибрина. Соответственно, признаков отека здесь не было. Думали, соответственно, на сосудистые поражения. Но опять же, отечности не было. Поэтому тут стали думать дальше. Сейчас пропустим пару слайдов. Мы говорили о функции тромбоцитов. Либо это приобретенные, либо наследственные дефекты функции тромбоцитов. Наследственные – это дефекты, собственно, тромбоцитов. Либо это воздействие внетромбоцитарное, то есть нарушение, связанное с фибриноденом, дефицит фибринодена. Но там бы были нарушены каскады свертывания, чего здесь не происходит. Либо дефект факторов анвилибранда. Кратко скажем, что есть приобретенные дефекты функции тромбоцитов. Единственное, скажем, что есть дефекты, связанные с путями сигналинга, с рецепторами фибринодена и многие другие тут есть особенности. Опять же, вчерашняя схема с активацией фибриноденовых рецепторов. Могут быть недостаточность АДФ, могут быть дефекты рецептора, нарушение передачи сигнала, нехватка, собственно, дефицит собственной молекулы. Много разных вариантов. Но ведь это Деберман, а у Деберманов велика вероятность болезни фон Вилебранда. В принципе, здесь еще упоминаются другие функциональные дефекты, присущие, собственно, тромбоцитам. Короче говоря, потому что это был Деберман, мы думали на болезнь фон Вилебранда. Понятно, что с другими животными мы поступили иначе. Здесь порода очень сильно заставила нас подумать на дефицит фактора фон Вилебранда или его, точнее сказать, неполноценность. Мы говорили, что такое фактор фон Вилебранда вчера, зачем он нужен для адгезии тромбоцитов. Опять же, там гликопротеиновые рецепторы для связывания с тромбоцитами и с обенотелиальными структурами. Так вот, белок плазмы снизился, равно как и дематокрит, потому что изначально интероперационно он получал внутривенные инфузии, потом началось кровотечение, соответственно, кровотечение плюс инфузии снижают дематокрит. Когда они увидели массивное кровотечение у собаки, ему перелили массу. Это была трансфузия цельной крови. Время кровотечения из губы до переливания составило 90 секунд. После переливания цельной крови, соответственно, в норму все это пришло. Фактор 8С в норме был, а вот фактор фон Вилебранда только 11% от нормы. Соответственно, это было нарушением функции фактора фон Вилебранда. И вообще, если у хирургов есть на столе деберман, лучше, прежде чем его начать в период, все-таки проверить фактор фон Вилебранда и функцию фактора фон Вилебранда. Раньше этого не было. После этого случая мы, можно сказать, начали такие скрининговые исследования проводить, чтобы не попадать в такие ситуации. И периодически такое бывает у людей. Ведь никто не проводит скрининг на фактор фон Вилебранда. Все кровотечения, так сказать, в послеоперационном периоде заставляют задумываться. Здесь лабрадор 12 недель от роду. Его мягкое безболезненное образование, головы за 3 недели до явки выявили кровь. И, естественно, тут уже рубчик образовался в области дематомы за 3 недели. Ветеринар, к которому возили этого лабрадора, тот и примочки всякие делал, и антибиотики, и дренирование делал. Это была дематома, а лечили ее как абсцесс у другого ветеринара. Из анамнеза известно, что была в области дна полости рта, киста заполненная кровью. Дематокрита у него был 41% к моменту поступления. К нам общий белок был низковат для молодого животного. Кисту дренировали и направили в наше лечебное учреждение. Животное, понятно, молодого возраста с нарушениями системы гемостаза. Вопрос, почему это возникло, и предстояло разобрать нам. Вроде внешне все нормально, здоровая собака, но вот нарушение системы гемостаза. Я показал уже эту фотографию. Вот та самая киста в области дна полости рта, основания языка. Животное стало по непонятной причине вялым, но по гемотокриту понятно. Плюс сублингвальная гематома. Образование в области нижней челюсти, мы думали, что это тоже, кстати, гематома. Температура по нижней границе нормы. Еще через два дня вы видите, что гематокрит снизился до 8% с 41%. И вот мне звонок напоминает, что пора сделать паузу. Так вот. И гематокрит до 8 снизился, и белок плазмы тоже снизился на почве этих кровотечений. Число ретикулоцитов, процентное значение ретикулоцитов, вот 8. Ну и что такое 8% ретикулоцитов? Ну, у собаки, например, 1-1,5%. Вроде бы 8 это ретикулоцитоз. Но это проценты. А кровотечение было 2 дня. Спрашивается, откуда ретикулоцитоз за 2-то дня? Маловато будет. Если подсчитать абсолютное число, ну а если нет возможности, то можно пересчитать по формуле. Можно разделить гематокрит пациента на средний гематокрит для данной породы и помножить на процент ретикулоцитов. И вот корридированное значение ретикулоцитов 1,4% получилось, видите? То есть, ну, небольшое повышение ретикулоцитов, но незначительное. Ну, абсолютный подсчет дал 88 тысяч ретикулоцитов, норма 65. У некоторых референсный порог, верхняя граница выше, но незначительно. В общем, короче говоря, здесь не сильно и большое повышение ретикулоцитов, и оно определяется так, как процент по отношению к другим клеткам. Поэтому и получился такой высокий процент, что других клеток было немного. Вот данные лабораторных проб. Видите, нормальное протромбиновое время, нормальное число тромбоцитов. Вот АЧТВ и активное время свертывания были вне нормальных значений. И, соответственно, если посмотреть на эти метаболические пути, то эти два теста в норме, а эти два в патологии. То есть, в одном из звеньев справа ничего, в этом звене. Это значит, что нарушение слева, в внутреннем каскаде. Мы знаем, что 12-й фактор, высокомолекулярный киненоген, не дает кровотечение. Соответственно, начинают думать только на 8-й и 9-й факторы. Они у собак могут вызывать тяжелые кровотечения. Они являются такими классическими примерами демофилии. Вот только на них можно, пожалуй, подумать в этом метаболическом пути. У нас еще есть несколько случаев, мы их, к сожалению, уже не озвучим. Скажу только одно, что мы смотрим на характерную клиническую картину и пытаемся по схеме понять, какие факторы там. Либо это нарушение внутреннего пути демостаза, врожденные, либо пробирку неправильно заполнили кровью. Это ошибки аналитического, премиологического этапа. Там была демоконцентрация. Но нет никакой демоконцентрации, там была анемия. Поэтому это дефекты внутреннего каскада демостаза. Вот перечисленные варианты, какие факторы. Но на самом деле, реально, от чего будет кровотечение, это дефицит 9-го и 12-го факторов. Как правило, это X-связанные, X-сцепленные показатели. И, соответственно, здесь, скорее всего, дефекты, эти факторы врожденные. Мы отправили все это в Корнеллский университет. Вы видите, что фактор фон Вилебранда, фактор 8С здесь, ни при чем здесь. На 9-й фактор в основном все-таки мы думали и отправили специализированную лабораторию. Может быть нормальное число тромбоцитов, удлинение протромбинного времени и отрицательный продукт радиоградации фибрина. Много чего может быть, но на этом мы поставим запятую. Здесь главное, что надо думать либо на внешний, либо на внутренний каскад демостаза в зависимости от комбинации того, что мы получаем по лабораторным данным. Я думаю, что на этом надо остановиться. К сожалению, у нас нет возможности задать вопросы. Извините, если я задержался. Господин модератор Василий, что мы сейчас делаем? Скажите, пожалуйста, сделайте объявление. Спасибо.